Всем привет! Сегодня мы с вами снова поговорим об удаленке, о том, как ухаживать за собой на удаленке и что вообще может происходить с глазами при удаленной работе. Начну, пожалуй, с базовых вещей, на самом деле, которые нужны вот вообще любому человеку, который работает из дома. Неважно, это пандемия, не пандемия, вас принудительно оставили дома или вы самостоятельно предпочитаете работать из дома, работаете вы с монитором чаще всего. И здесь важно соблюдать меры профилактики гиены, в принципе, по снижению зрения. А во многих офисах, во многих учреждениях есть определенные стандарты, как должно быть освещение настроено, как должно быть рабочее место настроено. Все это прописано в регламентах. Эти регламенты, скорее всего, никто из вас не читал, но, тем не менее, там все это написано. И во всех этих регламентах написано, что вы должны обязательно отдыхать каждые 50 минут. Каждые 50 минут вы должны позволять себе закрыть глаза, посмотреть в окно, помассировать их, как-то отключиться ненадолго от работы, на 5-7 минут, чтобы потом иметь возможность снова продуктивно работать. Помимо того, что у нас есть определенный временной режим, временной интервал, в который вы работаете, есть еще определенные стандарты по освещению. В домашних условиях их гораздо сложнее соблюдать, чем в офисе, поскольку в офисе этим занимаетесь не вы, этим занимается работодатель. Работодатель к вам домой не придет и нормальную лампочку не повесит, поэтому придется следить за этим самостоятельно. В принципе, в интернете, и я в ссылке в описании это укажу, есть определенные нормативы по освещенности. Какие лампы должны быть, какой у них свет должен быть, сколько люминов, на какое помещение, на какое пространство. Что можно сделать в домашних условиях? Первое – это не работать в темноте. Очень многие люди, особенно сейчас, когда зима, когда темнеет очень рано, уже в 4 часа уже темно, включают только настольную лампу. Из-за этого в помещении, в комнате, в жилой твоей комнате становится очень темно на самом деле. У тебя ярко светится монитор, ты за ним работаешь. Временной интервал у тебя стандартный, скорее всего, с 9 до 6 вечера. То есть вот эти вот примерно с половины четвертого до шести, если работать только с включенной настольной лампой, за ярко светящимся монитором, это почти что стопроцентная гарантия того, что у тебя к концу работы будут краснеть глаза, они жутко устанут, жутко высохнут. Поэтому первое, что нужно заставить себя сделать, это включить верхний свет. И работать все-таки с верхним светом, с верхним освещением, которое освещает все пространство. Не только твою рабочую зону, клавиатуру, тетрадки, если это учится ребенок, еще что-то, монитор, но и все остальные вещи. Тогда контраст не будет таким резким, глаза будут не так сильно уставать. Второе, что мы можем отрегулировать самостоятельно, это высоту, скажем так, посадки. Верхний край монитора должен быть на уровне глаз, примерно вот на таком уровне. Таким образом, когда вы смотрите в центр монитора, вы смотрите немножко вниз. Почему это важно? Дело в том, что когда вы смотрите прямо, глазная щель очень широко открыта. Липидная пленка, гидролипидная пленка, которая у вас на глазу, слезная пленка, она очень быстро испаряется. Это некомфортно для глаза, это не физиологично для глаза. Плюс, когда вы работаете за монитором, вы гораздо меньше моргаете, намного меньше моргаете, что также не способствует улучшению состояния. Поэтому меняем высоту монитора, то есть его чуть-чуть опускаем или себя приподнимаем, так, чтобы верхний край был на уровне ваших глаз. Второе. Это различные способы мотивации себя, скажем так, моргать. Можно ставить себе будильник, но это будет слишком часто, получается, он у вас будет звонить. Можно придумывать всякие приложения, наверное, есть. Я, правда, не искала специальные, но возможно, что они есть. В общем, как-то заставлять себя заботиться о своих глазах. Естественно, если у вас есть проблемы со зрением, если вы носите очки, нужны специальные очки для работы с монитором. Они могут быть другой диоптрийности. Например, чтобы видеть 100% вдали водить машину, у вас могут быть, условно, очки минус 3. Для работы за монитором диоптрийность должна быть чуть поменьше. Хотя бы там 2,5 уже будет полегче, поскольку это ближнее расстояние. А на ближнем расстоянии у нас включается аккомодация, то есть мышцы напрягаются, чтобы вы могли сфокусироваться вблизи. Чем у вас сильнее очки, тем больше надо мышц прикладывать усилий. Поэтому, если вы длительно работаете в очень сильных очках, к концу вечера у вас могут быть головные боли. Поэтому, если есть такая жалоба, последите за этим, пожалуйста, тоже. Третье, что мы можем сделать, это, естественно, восстанавливать свою слезную пленку самостоятельно. Понятное дело, что когда обрал, когда много работы, нет возможности ставить будильник там, отклоняться, делать гимнастику для глаз. Но хотя бы увлажняющие капли, увлажняющие гели мы рядом с собой держать можем. Вот, в принципе, если вы даже работаете из дома, у вас все равно должны соблюдаться нормативы трудовые, скажем так. У вас должен быть обеденный перерыв. У вас не должно быть неоплачиваемой работы в ночное время, когда вы разбираетесь зачем-то почту в 2 часа ночи. Это не надо делать. В это время, когда вы не работаете, вы можете позаботиться о себе. В частности, сделайте компрессы с тем же блефоролосьоном. Небольшие компрессы на 5-10 минут. Это позволит нормально заработать мейбомиевым железом, который не очень хорошо функционирует, когда вы мало моргаете. Поскольку, когда вы моргаете, вы помогаете им выделять этот секрет. Вы моргаете меньше, они хуже выделяют секрет, хуже держатся слезная пленка, глаза больше сохнут. Вот такой каскад запускается. В такой ситуации вы делаете компресс, вы помогаете этому секрету стать более жидким, выйти спокойно на поверхность, скажем так, на край века. Глазки будут себя лучше чувствовать. Естественно, сейчас, в зимний период, у вас еще и будет центральное отопление. Вам не очень помогать, скажем так. Когда отопление еще не включают, слишком холодно. Когда включают, становится жарко и воздух высыхает. Поэтому, помимо увлажнения кожи век, необходимо какие-нибудь дополнительные слезозаменители. В идеале, конечно, поддерживать нормальную влажность атмосферного воздуха, в котором вы работаете. То есть поставить какой-нибудь увлажнитель недалеко от себя. Но если такой возможности нет, есть совершенно замечательная линейка блефоросерии, блефоролосьон, блефорогель, которые можно носить на край века, и они таким образом будут увлажнять. Также слезозаменители, если прям совсем сильно сохнут. Если работаете в контактных линзах, все то же самое. Соблюдайте режим ношения контактных линз. Не носите линзы, если они были просрочены. Если вы в них чувствуете, что какие-то у вас выделения пошли. Это может говорить о том, что у вас воспаление, линза испорчена, ее надо выкинуть. В линзах глаза еще больше сохнут. Поэтому еще больше надо следить за увлажнением. Поэтому то, что вы в линзах, скажем так, заставит вас более щепетильно относиться к увлажнению глаз и к уходу за собой. Ну и, естественно, самое важное – это не волноваться, не болеть и высыпаться. Когда вы высыпаетесь, у вас все органы системы, в том числе кожа, век, глаза, слезная пленка, работают намного лучше. И работают они нормально. Если вы не высыпаетесь, увлажнение тоже нарушается. Вы не успеваете восстанавливаться. Клетки не успевают восстанавливаться тоже. Поэтому берегите себя, ухаживайте за собой, любите себя, и все будет хорошо. До встречи в новых видео.